Дружба народов. Ялта и Южная Осетия, Алания подписали соглашение о сотрудничестве. Подробнее об этом нам расскажет Олеся Глушко. Она на прямой связи со студией. Олеся, доброе утро. Как будут взаимодействовать республики? Доброе утро, коллеги. Приветствуем вас в Ялте. У нас сегодня в гостях Валерий Николаевич Савлаев, представитель республики Северная Осетия, Алания, председатель культурно-просветительской организации «Дружба народов» и заслуженный архитектор республики Крым. Приветствую вас. Доброе утро. Валерий Николаевич, скажите, пожалуйста, я знаю, что подписано соглашение о сотрудничестве между нашими республиками. Расскажите, в чем суть этого соглашения? Я вижу в этом суть о дальнейшем сотрудничестве между двумя регионами. Но хочу, прежде всего, как бы немножко уйти в историю. Этими отношениями мы еще занимались, вот я был тогда председателем осетинской диаспоры республики Крым, еще при Украине. Десять лет назад мы установили побратимские отношения между городами Владикавказ, Ялта, Грузов, Беслан, а потом уже Ордон с Ялтинским муниципальным округом. Ну и потом дальнейшее было действие, эта встреча была тогда в Верховной Раде, назвалась Верховная Рада Республики Крым, с Константиновым, потом Цековым, именно по вопросу установления таких братских отношений между двумя тогда республиками Северной Осетии, республики Крым, которые представляли Осетию, Россию и Украину. Для чего это нужно? Чтобы сохранить отношения между двумя народами, это в лице Осетии и Крыма, это между Украиной и Россией. Это была основная цель. Но это подписано было уже после событий 2014 года, Крымской весны в сентябре 2014 года на 13-м экономическом форуме в Сочи. Наши главы республик Северная Осетия, Таймур Азенбекович Мамсуров и Сергей Валерьевич Аксенов подписали тогда соглашение. Эти соглашения уже работают, уже сколько лет, и они уже показали свою действенность. В прошлом году была встреча пять лидеров наших республик Сергея Валерьевича Аксенова и Битаровым Вячеславом Зелимхановичем. Проведены были Дни Осетинской культуры в Симферополе. Но помимо, я хочу сказать, что это дает возможность, что сотрудничать в различных направлениях, экономических, согласно соглашению, культурном направлении, спортивных и так далее. Это нужно для того, чтобы ближе узнавали друг друга. Регионы сейчас уже живем в одной стороне России, и чтобы узнавали, чтобы ходили в гости друг к другу, чтобы какие-то экономические интересы, связи, взаимовыгодные условия. Потому что развитие туризма между регионами. И, наверное, очень много вопросов, которые позволят нашим регионам, людям, гражданам наших республик, как-то взаимодействовать, лучше узнавать друг друга и сотрудничать. А скажите, может быть, проходят какие-то совместные мероприятия? Да. Знакомят с культурами? Да, вот есть такой арт Кавказ, арт Крым-Кавказ, такой проект, который уже в течение нескольких лет под руководством Хлынцова и тогда Кира Захарова была здесь, устраивали совместные творческие встречи, выезды, симпозиумы. Наши художники, для меня, что там наши, что здесь, это наши. Для меня это единое целое, потому что я живу в Крыму, поэтому для меня наши. В смысле художники Северной Осетии и Крыма, да, они приезжали друг к другу, обменивались. Я хочу сказать, что те, кто побывал в Осетии, они приезжают с восхищением. Красивая природа? Да, природа и еще само взаимоотношение. Люди, как встречают гостеприимство, они узнают по-настоящему, кто такие осетины, какая культура, какой быт. И мы должны вот так жить, интересоваться и ездить друг к другу. Вот. И, ну, детские. Ну, известно о том, что события, которые были в Ислане, как проявили здесь крымчане достойно. Я уже говорил на встречах о том, что ни одного человека не увидели равнодушного и который не хотел бы вот с чем-то, чем могут согреть душу этого пострадавшего ребенка. Это было просто замечательно. Потом Осетия не стала стороной, когда в 2014 году это были многотысячные референдумы, не референдумы, поступления, поддержки крымчан. Потом финансовая поддержка, экономическая, гуманитарные помощи. Все это уже исторически, но это имеет место. Это очень интересно. А вот скажите, как раз вот в трагедию Беслана, как Крым помогал? Ну, Крым, знаете... Просто это очень действительно такая трагедия для Осетии. Она никогда вот в прошлом году была 15 лет. И говорят, что время лечит. Вы поверьте, ничего не лечит. Она меняется, отношения меняются. Но вот эта боль... Вот я в течение 10 лет приглашал детей сюда, из Беслана пострадавших. И она меняется. Но вот это отношение, оно никогда не уйдет. Уйдет только вместе со мной. И я видел... И я видел вот... Знаете, вот на самом деле, то, что я там как раз... Вот отношения людей. Валерий Николаевич, у нас эфир подходит к концу. Я очень надеюсь, что наши народы будут дружить, помогать друг другу, взаимодействовать и оказывать всяческую душевную, всякую поддержку. Конечно. Я благодарю вас за это чудесное утро. Антонина, Александр, передай вам слово. Большое спасибо, Олеся, вам и вашему гостю. Желаем вам отличного настроения и только добрых новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...